В университетской клинике функционирует кардиология, кардиохирургия и рентгенохирургия. И поэтому вопросу инструментальной диагностики уделяется особое внимание. Все подробности вы узнаете в нашем следующем сюжете. Все врачи университетской клиники – специалисты, имеющие высшую категорию и стаж работы более 20 лет. Помимо обычной стандартной эхокардиографии, они проводят через пищеводную эхокардиографию, которая помогает выявлять тромбы в ушке левого предсердия. При необходимости мы проводим стресс-эхокардиографию или эхокардиографию с физической нагрузкой совместно с врачами отделения функциональной диагностики. Так вот, стресс-эхокардиография помогает выявить необходимость вообще проведения стентирования или шунтирования коронарных артерий, это артерии сердца, у больных уже с шимической болезнью сердца. Учитывая высокий уровень оборудования специалистов, врачи дополняют обычную стандартную эхокардиографию дополнительными современными технологиями, например, такую, как спеклтрекинг-технология. Данная технология позволяет увидеть конкретную зону поражения сердца, степень, глубину ее поражения, причем как у пациентов, которые не имеют даже еще клиники и не имеют ЭКГ-проявлений, так и уже таких тяжелых и редких встречающихся заболеваний, как амилоидоз сердца, миокардит, апикальные ГКМП. Проведение таких регулярных сердечно-сосудистых осмотров на сегодняшний день достаточно актуально. Во-первых, любое заболевание, будь то острое хроническое заболевание легких, сахарный диабет, ревматические болезни, самое грозное осложнение у них – это сердечно-сосудистые. И особенно это ярко проявилось в последний год у больных COVID-19. Во-вторых, в мире, как и у нас, собственно говоря, наблюдается неуклонный, медленный рост стречесосудистой заболеваемости и смертности. Елизавета Никитина, Ленарда Люсьеров, Универ Ньюс.